в этом видео давайте поговорим про автоматизацию битбрейкера потому что сами понимаете звучать ему пол постоянно это только в редких случаях может сработать как вот например в моем предыдущем примере где я отправлял на посыл нашу мелодию с битбрейкером но опять же как правило конечно же битбрейкер должен работать в точечно в определенных местах пусть все-таки это статор эффект и вот на барабанах мы это тоже в этом убедились когда экспериментировали то есть у нас барабаны звучат сами по себе то есть и в какой-то момент просто включается какой-то из этих режимов в котором происходит некая сбивка еще раз напомню эти режимы могут быть созданы вами лично под вашу конкретную ситуацию либо выбраны из множества заготовленных установок и также здесь можно заранее себе собрать свой свою собственную коллекцию из вот этих заранее заготовленных пресетов но и также ваших пользовательских если они у вас сохранены и потом это все в реальном времени переключать и вот как раз для чего нужна эта панель не только для того чтобы в реальном времени вы могли переключаться и слушать результат но и для того чтобы это автоматизировать то есть в реальном времени вы можете включать и выключать битбрейкер чтобы он срабатывал в нужных местах для этого просто вот здесь при режиме автоматизации мы выбираем битбрейкер у нас здесь есть возможность подмешивания микса то есть автоматизации микса и вот того самого паттерна то есть у нас по умолчанию внизу в самом паттерн на выключенном состоянии то есть у нас как бы когда внизу вот эта линия то у нас битбрейкер не работает но в какой-то момент например вот в конце первого проведения лупа в конце четвертого на четвертом такте я могу включить допустим какой-нибудь вот мне интересует допустим вот этот скаттер эффекту давайте до него промотаем вот он почти самом конце и вот как это звучит могу включить отсюда можно да кстати такой микро разгонку сделать под конец и например где-нибудь в какой-то части можно поставить например репит четвертями давайте посмотрим допустим так делаем начиная суда мы сделаем восьмыми отсюда сделаем 16 допустим и в самом конце и в интерьер вторыми вот то есть таким образом мы построили такую лесенку и Субтитры сделал DimaTorzok Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком, а самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово! Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. То есть вот такая идея по автоматизации. Тут все очень просто, буквально два параметра – микс и сам выбор паттерна. И, конечно же, как вы уже догадались, мы можем то же самое сделать с общим звучанием композиции. То есть вот у меня здесь, можем здесь поставить какой-нибудь другой пресет, ну, например, «Таймшифт». Я, честно говоря, пока не знаю, как это будет звучать. Давайте включим автоматизацию на мастер-треке. Здесь покажем «Show Output Track». Вот он у нас здесь есть. Выберем, опять же, «Bit Breaker», «Паттерн». И будем просто так же в каких-то моментах включать рандомно вот эти вот заготовленные паттерны. По умолчанию выключим, конечно же. То есть в самом низу линия должна быть. Но в какие-то отдельные моменты сейчас просто хаотично прорисуем, посмотрим, к чему это приведет, пока я даже сам не очень понимаю. Но у нас будет теперь подвергаться обработке весь звук всего нашего проекта. Субтитры сделал DimaTorzok Думаю, идею вы поняли. Опять же, сейчас я, конечно, очень экстремально и экспериментально все это включал. Но в отдельных каких-то моментах, в отдельных микро-брейках можно с помощью этого эффекта на мастере тоже автоматизировать включение-выключение. И опять же, повторюсь, заранее заготовив для себя вот эти вот ячейки, подготовив определенные паттерны, зная ваш микс, зная вашу ситуацию, да, придется проделать некую подготовительную работу. Но зато потом вы можете в реальном времени экспериментировать, включать разные эти варианты, включить режим летч и записать переключение этих режимов в реальном времени, например, вот таким образом. Вот. И записать, и видоизменять вашу аранжировку, то есть добавлять в ней какие-то вот такие дополнительные сбивки, брейки, глич-эффекты и так далее. То есть вот такой плагин позволяет нам такое делать. В принципе, я говорю еще раз, он довольно простой в освоении, но довольно непредсказуемый в результатах. То есть опять же, все зависит от исходного материала, все зависит от просчета вашего заранее, где какая доля на какая сбивка должна быть, или какой повтор, или если вы еще экспериментируете с питчем, то есть как там где, что должно понизиться или ускориться, то есть с этим можно тоже как-то играть, и в зависимости от этого вообще будет меняться звук, и такой можно даже аналог скретчинга делать, то есть вот можно даже что-то такое сделать. Давайте послушаем. Переключим. Сейчас я выключу чтение. За счет этих питч-эффектов тоже можно очень интересные результаты получать. Сейчас, естественно, это полный хаос, но для наглядности он просто показал, какие возможности есть, и уже дальше, применив фантазию, и вот чуть-чуть разобравшись с тем, как именно влияет в вашем конкретном случае вот эти все параметры на звук получающийся, вы можете заранее предугадать и настроить себе вот эти вот ячейки, и потом их использовать вот либо для добавления интереса уже в готовую аранжировку, либо для микро-брейков, либо даже вообще для художественного эффекта, то есть вот как, например, я сделал здесь через посыл с ревером, например, довольно интересные эффекты, буду им даже, наверное, на практике прям часто пользоваться, потому что порой это реально интересно, когда у тебя не просто ревер стандартный звучит от партии твоей, но какой-то более интересный. Ну, это гораздо интереснее и прикольнее звучит, во всех случаях, в такой электронно-танцевальной музыке, чем просто классический обычный хвост ревера. Вот. Что ж, вот все, что я хотел показать по автоматизации, давайте в следующем видео подведем итоги. Субтитры создавал DimaTorzok